Здравствуйте! Сегодня в нашем видеопроекте очередная разборка. Поехали! Прямиком из солнечной Италии к нам приехал котел Baxi. Модель Ecofor 24F. Наверняка многие из вас слышали о компании Baxi. Данные котлы зарекомендовали себя по всему миру. Индекс F в данной модели означает, что котел с закрытой камерой сгорания. На передней его части находится панель управления. В задней его части мы видим 6-литровый расширительный бак, пластинчатый вторичный теплообменник, латунный трехходовой клапан с сервоприводом. Сверху присутствует место для подключения коаксиального дымохода, люки для дополнительного забора воздуха, а также монтажа раздельной системы дымоудаления. В нижней его части присутствуют ставшие уже традиционными для европейских котлов гидравлические подключения. Обратка системы отопления, подача, вход холодной воды, выход горячий, подключение газа. И предохранительно-сбросной клапан, кран слива котла, кран подпитки котла, манометр. Чтобы открыть лицевую панель котла, мы открутим эти два шурупа. После чего ее снимем. Для того, чтобы откинуть панель управления, мы откручиваем этот шуруп. После чего мы откроем крышку камеры сгорания, открутив эти два шурупа. Следующим этапом, мы откроем саму камеру сгорания, открутив четыре шурупа вот здесь. И вот здесь. открыв камеру сгорания мы увидим первичный теплообменник вот он он горелку свечу розжига и контроля пламени верхней части находится вентилятор присостат и конденсатосборник сейчас чтобы лучше рассмотреть первичный теплообменник мы снимем вентилятор для этого откручиваем вот этот шуруп и отключаем контакты на вентиляторе чтобы снять первичный теплообменник откручиваем эти два шурупа снимаем данный элемент камеры сгорания отключаем контакты датчика перегрева теплоносителя снимаем данную клипсу извлекаем эту шпильку и снимаем теплообменник интересный факт данный теплообменник применяется в котлах него люкс 8230 в нижней части присутствует насос грюмфос автоматический воздухоотводчик который находится за насосом предохранительно сбросной клапан на 3 атмосферы о котором мы уже упоминали датчик протока системы гвс газовый клапан сид сигма 845 датчик минимального давления системы отопления также еще присутствуют датчики температуры нтц погружной на системе гвс и накладной на системе отопления сейчас мы посмотрим какая плата установлена в данном котле для этого мы открутим эти четыре шурупа и отсоединим провод розжига кстати обратите внимание что всегда в котлах баксе присутствуют дополнительные предохранители мало кто из производителей уложит их в комплекте ну если сходу мне в голову приходит только вайланд теперь открываем крышку здесь мы видим плату вертели и партнеры кстати очень надежная плата хорошо себя зарекомендовала на не отсутствуют некоторые глюки которые присутствуют на другое платье honey wall в комментариях под одним из прошлых видео был задан вопрос куда в настенных котлах подключаются комнатные термостаты в данном котле комнатный термостат подключается на место этой желтой перемычки сейчас мы более подробно разберем панель управления котлах для того чтобы это сделать включим котел в сеть 220 вольт включение выключения котла а также переключение между режимами зима-лето происходит нажатием на данную клавишу сейчас включился режим отопления и котел сейчас разожжется о том что в котле горит пламя индицирует символ свечки над цифрами изменение температуры отопления происходит нажатием и кнопок плюс минус с изображением батареи изменение температуры горячего водоснабжения происходит нажатием и кнопок плюс минус с изображением смесителя если с котлом что-то случается на экране появляется код ошибки примеру как сейчас должна появиться ошибка и 0 1 ошибка и 0 1 говорит о том что произошел неудачный розжиг сброс ошибки происходит нажатием на кнопку после чего котел делает повторную попытку розжига вот снова котел разжегся также осталась клавиша с символом и это информационная клавиша нажатием на которую узнается информация о работе котла как вы уже могли заметить в данном котле не используются композитные материалы он занимает лидирующую позицию в своей ценовой категории это достойный выбор для обеспечения тепла и уюта в вашем доме не забываем про наш конкурс розыгрыш приза в котором мы планируем провести 30 сентября чтобы его не пропустить ставим колокольчик а также подписываемся на наш канал и сообщество вконтакте оставляем комментарий под видео ссылку на которое вы найдете в описании всем удачи всем спасибо до свидания спасибо спасибо спасибо